Гроссмейстер Уэсли Со стал единоличным лидером на чемпионате США 2017 после четвертого тура. Он обыграл Александра Анищука в красивом тактическом стиле и теперь Уэсли Со, имея три очка из четырех возможных. С перестановкой ходов на доске возникло английское начало и на четырнадцатом ходу черные играют слон c5. Почему же в положении на экране черные не стали брать коня на d4? Он же не защищен. Оказывается, после взятия ферзь бьет на d4, белые получают небольшое, но стойкое преимущество. Конь d5, открытый удар, ферзь c5, защищая слона на e7, ладья а на c1, ферзь d6 и слон бьет на e5. Отвлечение. Ферзь бьет на e5, конь бьет на e7, шах. Король h8, ферзь c2. Белые врываются на седьмую горизонталь. Ладья а на b8, ферзь c7, ферзь бьет на c7, ладья бьет на c7 и у белых инициатива. Давайте вернемся к 14-му ходу. Белые сыграли ферзь e2, последовало слон c5, нападая на коня d4, ладья а на d1, ферзь e7, конь а4, слон бьет на d4, слон бьет на d4 и конь идет на c6. Слон e3, ладья а на d8, конь c3, ферзь идет на b4. Черные играют активно, ферзь b2, конь g4, слон f4 и конь c идет на e5. a3, ферзь c5, конь а4, ферзь b5, конь c3, ферзь c5, конь а4. Здесь следует повторение ходов, но белые уклоняются от ничьей, играя h3. Конь идет на d3, создавая угрозу взятия пешки f2, но это оказывается не так страшно для белых. Они отдают ладью, ладья бьет на d3 за две легкие фигуры черных, за двух коней. Ладья бьет на d3 и hg, ферзь бьет на b3, слон f1, ферзь бьет на b2, конь бьет на b2. И здесь черные делают небольшую ошибку, играя ладья b3, допуская коня в центр доски. Теперь конь через поле c4 уходит на d6. Следовало играть ладья c3, и тогда игра после конь d1, ладья c5 была бы равна. После же хода в партии ладья b3, белые играют конь c4, ладья d8, конь d6. Конь под защитой слона занимает очень сильное поле в лагере противника. Слон a8 и g5. Этим ходом белые стремятся не допустить продвижения f7, f6. Ладья c3, a4 и ладья c5, e5, ладья d7 и слон e3. Белые ожертвуют пешку e5 для того, чтобы активизировать свою ладью a1. Ладья бьет на e5. Что было бы, если бы черные не взяли пешку, а сыграли, например, ладья d5? Тогда ладья c1, ладья d8, потому что угрожал шах на c8, ладья d8 и f4. У белых позиционное преимущество. После слон e3 ладья взяла на e5, ладья c1 и ладья уходит на d8, защищаясь от шаха на c8. Что было бы, если бы черные взяли коня, ладья бьет на d6, тогда ладья c8 шах, ладья d8 и ладья d8 мат. Поэтому брать коня на d6 нельзя. Черные сыграли ладья d8, последовала ладья c7. Белые врываются на седьмую горизонталь, ладья d5, конь бьет на f7, ладья f8 и g6. Оставлять пешку g6 нельзя, поэтому черные вынуждены ее взять и тем самым они ослабляют поле g5, на которое и уходит конь белых. Конь g5, ладья d1, конь бьет на e6, ладья e8 и ладья бьет на g7 шах. Король h8, ладья бьет на g6, слон e4 и после хода слон d4 шах, черные сдались. Почему? Потому что на король h7 решает ладья g7 шах, король h8 и черные попадают на комбинацию мельница. Ладья бьет на a7 шах, король g8, ладья g7 шах, король h8 и ладья e7 шах. Король g8, ладья бьет на e8. Очень красивая комбинация. Если же после слон d4 шах, черные захотят отдать ладью за этого слона, ладья бьет на d4, то понесут материальные потери. Ладья h6 шах, король g8 и конь бьет на d4 завершает эту партию. У белых лишняя фигура и пешка, поэтому они выигрывают. Ну что ж, поздравляем вас, Лисо, с победой в четвертом туре. Ставим лайк этой партии. Напомню, что он является сейчас лидером. Три очка из четырех. А мы продолжаем следить за интереснейшими событиями на этом турнире. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok